Доброе утро, Республика! Надеюсь, вы уже проснулись и собираетесь на работу. Или же вы никуда не торопитесь, так даже лучше. Усаживайтесь поудобнее и внимательно смотрите нашу передачу. Сегодня новые розыгрыши, интересные гости и познавательные сюжеты. Утро четверга. С вами встречают Дмитрий Доброхотов и Екатерина Орлова. Просыпайся, Республика, и хорошего тебе дня! Ну кто из нас не любит плацинды? Они настолько вкусные, что мне кажется, я сейчас чувствую запах только что приготовленных плацинд. Да, я помню, как бабушка готовила с картошкой, с творогом и зеленью. А моя бабушка еще и сладкие готовила к чаю. Мне кажется, рецепты таких блюд передаются по наследству. Есть еще и другой вариант. Например, Елизавета Терещенко побывала в гостях у повара и записала его фирменный рецепт приготовления плацинд. Вот интересно! Тогда смотри внимательно и запоминай. Будет вкусно! Уважаемые телезрители, следующие пять минут вы проведете не зря за просмотром нашей самой вкусной рубрики «Будет вкусно». Она уже в эфире рядом со мной, супер-мега-классный повар, еще классный чувак, Сережа. Доброе утро! Доброе утро, уважаемые телезрители! Доброе утро, Елизавета! И... Сегодня мы с вами приготовим наши знаменитые мини-плацинды. Мини-плацинды! Мини-плацинды, да. Ой, вообще, слово плацинды, правда, ну прям воодушевляет. Еще их не съел, а уже воодушевился. Ну что ж, давайте начинать. Две начинки я вижу, да? Яйца, лук, да? Да, яйца, лук, то есть зелень нарубленная уже и яблоки. То есть начинку наши телезрители могут выбрать по своему вкусу. Ну, то есть можно и с творогом, можно со сливой, и с персиком. То есть по сезону сейчас... С чем хочешь. С чем угодно можно. Жарь только, жарь. Да. Да. Нам понадобятся дрожжи мокрые, вода, соль, сахар и мука. Мокрые. Ну, в процессе я вам все покажу, как это все делается. Давайте в процессе уже показывать. Да, и так... А что там у нас вот у того? У нас там масло растительное. А зачем нам так много масла? Я в процессе все покажу, все будет ясно. Мы будем купать плацинды? Так, для начала мы разведем наши дрожжи с водой. Разведи костер. С сахаром и солью. Я начинаю нарезать, я так понимаю, да? Да, вы можете нарезать яблоки и яйца. Зелень у нас уже нарезана. Сергей знает, что я не люблю резать лук. Молодец. Нам понадобится... Ну, мы приготовим порции 7 плацинт, штук 7 плацинт. Ой, а мы осилим. Нам понадобится грамм 300... А, ну они же мини. Конечно, осилим. Грамм 350 муки и грамм 20 дрожжей мокрых. Так, я приступаю к замешиванию нашего теста. Уж приступайте. А дрожжи мы же потом будем, получается, ждать, да? Нет, ничего ждать не нужно, потому что так как у нас водичка теплая, дрожжи мокрые, тесто у нас очень быстро дойдет. Говорят, что повар, который готовит руками, мешая тесто, у него всегда все лучше получается, так как человек, через свои руки, передает свою энергетику, свою доброту. А у Сергея хорошая энергетика. И все передается в еду. То есть это у нас будет секретный ингредиент энергетика Сергея. Энергея 200 граммов, да? Да. Но у нас плацинды мы будем готовить не как обычным способом. Так, а ну-ка. Мы не будем их обжаривать, мы будем их запекать. Они у нас получатся пышные и слоеные. И не такие жирные. И очень вкусные, не то что жирные. Итак, вот процесс замешивания теста такой, когда у нас уже тесто не прилипает к рукам, но оно должно быть мягенькое-мягенькое. Дайте я его потрогаю. То есть как? Мягенькое. Мягенькое, очень мягенькое. Очень. Но мы продолжаем его тщательно, хорошо месить, чтобы у нас не было комочков. Тесто я разрезаю, ну, по граммов получается у меня 50. Итак, Елизавета, ты все у нас нарезала? Да. Можно добавить сюда сахара и желатинчик. Сахара. Послаще или не послаще? Послаще. Послаще. Но не испортив вкус яблок слишком. Так, и добавим буквально там пару капель, пол чайной ложечки желатина. Да, нам достаточно. Все это все можешь перемешать. Помешаю. Я пока этим временем раскатаю наши плаценты. Наши вот рассказанные плаценты, я погружаю их в масло. Зачем? Чтобы они были вкусные и слоеные. Вы из дрожжова тесто сделаете слоеное, ну, якобы, да? За секунду, друзья, у нас тут на столе появился противень. Мы его будем смазывать маслом? Нет, мы не будем смазывать. Вот мы смажем немножечко наш стол маслицем. Так. Ой, сейчас Сергей будет толапаться в масле. А я буду начинать масло. И может доставать наши плациндочки и аккуратно раскатывать их. Ой. Так. Слушайте, какие тоненькие получаются. Это нужна гладкая поверхность, ни грамма муки вообще. Что делает этот человек? Обалдеть, какая она тоненькая. И не надо вот это стоять. Три года ее растягивать. И это мы сворачиваем вот так. Конвертик иногда. Ага. Раскатали, опять свернули? И опять свернули. И вот так у нас получается слоеное тесто, да? Да, я выкладываю его. Я угадала? Угадали. Красава. Попробуйте раскатать тесто. Не боитесь руки запачкать в масле? Нет, я не боюсь. Я просто, понимаете, важное дело начинка. Куда мы ее кладем? На серединку выкладываем начинку. Пол граммов 30-40. То есть с одной ложечки будет достаточно. А, мы ее не заматываем? Мы потом ее замотаем. Я сейчас все покажу, сейчас процесс. Ну что ж. Итак, мы отправляем наши плацинды в жарочный шкаф, разогретый, до 180 градусов на 15 минут. Ребята, поджарьтесь там. Отбиваем. Идем. Подрумянились наши девочки плацинды. Вносите, Сережа, этот огромный противень. Очень мало плацинды у нас получилось, да? Да. Слушайте, а вы были правы, мои раскрылись. Да, ну ничего страшного, думаю, что сидят. Думаю, да. Так, мы можем выложить наши плацинды на тарелочку. Ну что ж, остается только охать и вздохать. И желайте вам, уважаемые телезрители, хорошего, доброго, вкусного дня. И хорошего настроения. Да, спасибо вам. Хорошего вам аппетита. И вообще всего хорошего. Да, всего хорошего. Если вы молодая мама, то знайте, что такое детские колики. Считается, что этим недомоганием страдают до 25% малышей. Мамы, не переживайте. Врачи говорят, что это временное явление. Как помочь своему малышу и как бороться с детскими коликами, знает Екатерина Алексеичук. Сто дней плача. Так жители Востока говорят о первых трех и даже четырех месяцах жизни ребенка. И правда, проблема колика, как следствие неистовых, безутешных рыданий, головная боль родителей всего мира. Видите, исполнилась неделя. И у нас начались страшные колики прямо в роддоме. Очень у нее болел живот. Бывало, что она орала просто по 3-4 часа подряд. Не помогало вообще ничего. То есть ни грелка, ни какие-то там капли, которые сейчас там на основе трав. Час-полтора мы кричали перед тем, как уснуть. Но он плачет сильно. Его сложно успокоить в этот момент. Как пережить эту общую боль ребенка и родителя или хотя бы облегчить, разберемся сегодня. Хоть колики встречаются у детей обоих полов, принято считать, что у мальчиков они длятся дольше и сложнее переносятся. Статистика же не делит страдальцев по половому признаку. И указывает, что таковых аж 70%. А счастливчиков, которых не беспокоят боли в животе, абсолютное меньшинство. Колики – это когда здоровый и сытый ребенок испытывает определенный дискомфорт, плачет, поджимает ножки к животику. Вообще колики – это повышенное газообразование в животе. Значит, колики начинаются у ребенка обычно с двухнедельного возраста и продолжаются до 4-6 месяцев. Это связано с незрелостью пищеварительной системы ребенка. Колики начинаются внезапно. Они могут длиться несколько часов, несколько раз в неделю. Также они в одно и то же время, ночи, дня, и также заканчиваются внезапно, как и начинаются. В утешение совет один – переждать это нелегкое время. Правда, бездействовать тоже не стоит. Первое – это то, что надо правильно организовать маме диету. То есть это исключается газированные напитки, копчености, солености, шоколад, бобовые продукты. Значит, мама также может применять чай с фенхелем, с ромашкой, мелиссой для того, чтобы у ребенка было лучше. На деле лечения колик – дело относительное. Советы о теплых пеленках и укропной воде переходят из поколения в поколение и имеют право на жизнь. Хотя передовые направления в лечении коликов указывают на максимальное применение пребиотиков. Именно они ускоряют дозревание кишечника. На случай сильных колик врачи также советуют дома иметь простейшие препараты на основе семитикона, вроде испамизана или боботика. Немаловажную роль играет верное прикладывание крохи к груди. Чем меньше попадает воздуха в процессе еды, тем ниже риск появления спазмов кишечника для ребенка. Конечно, дополнительное ношение вертикально тоже никто не отменял. Можно просто взять его к себе животом к животу и погреть с собой. В этом очень помогает слинг, когда малыша держат не колыбелькой на руках, а вертикально лягушечкой на себе. Это и профилактика дисплазита забедренного сустава, и также помогает налаживанию контакта с малышом, и животик греет, и для грудного вскармливания помогает. Когда мама постоянно слышит рядом запах малыша, стимулируются гормоны для выработки молока. Но и лучшей профилактикой колик ребенка по итогу многолетних наблюдений консультантов по грудному вскармливанию является налаженное, частое кормление по требованию малыша. Помните, что в молоке и без медикаментов достаточно полезных бактерий, которые способны справиться с недугом. Молодой родительнице лучше позаботиться о собственном эмоциональном состоянии, которое она не только транслирует крохе, но и способна передать через молоко в виде гормона стресса. В Нью-Йорке отпечатана купюра достоинством в ноль долларов. Так известная американская художница и дизайнер Лаура Джилберт решила отреагировать на кризис, охвативший Уолл-стрит. Купюра отпечатана пирожом 10 тысяч экземпляров. Получить ее бесплатно сможет любой желающий в галерее художницы на Бродвее. Новая купюра выглядит как купюра номиналом в один доллар, только вместо единицы на ней нарисован ноль. Что еще интересного произошло в мире, далее в сюжете нашего корреспондента. Компания Boeing заявила о начале производства самолетов со складными крыльями. На такую идею конструкторов подтолкнуло то, что не все современные аэропорты могут принимать большие самолеты. У нового Boeing длина крыла составляет почти 72 метра, а складываемый участок 3,65, что позволит самолету легко перемещаться по территории аэропорта. Россия в 2016 году планирует переходить на такой альтернативный источник энергии, как солнечные батареи, что может потеснить угольные и атомные станции. Такой проект рассматривался давно, но обвал цен на кремний на тайкийской бирже, который является основой для производства солнечных батарей, ускорил решение. При этом такие батареи не требуют топлива и не наносят вред окружающей среде. Ученые Роскосмоса всерьез встревожены угрозой космического мусора. Уже через 50 лет засоренность околоземной орбиты может затруднить дальнейшее освоение космоса, тем самым негативно повлиять на деятельность государства и создать угрозу национальной безопасности. Уже сегодня из-за обломков старой техники возникает опасность столкновения с действующими космическими аппаратами и спутниками. Бабушки — залог крепкой семейной жизни. К такому выводу пришли ученые после целого ряда исследований и компьютерного моделирования. Учеными было создано 60 моделей семей, которые были разделены на две группы. Одной группе в создании семейного очага активно помогали бабушке, а в другой помощь бабушек была сведена к нулю. Итог — именно старшее поколение помогло сохранить семью благодаря тому, что взваливало на себя уход за детьми, помощь по дому, тем самым давая новоиспеченным матерям восстановиться после родов и не потерять желание заводить детей вновь. Одно из популярных мужских увлечений, помимо рыбалки, — это охота. Разрешена ли охота в нашей республике? Какие дикие животные обитают в наших лесах и на кого можно охотиться, расскажет наш гость, начальник отдела лесных ресурсов и лесного хозяйства Николай Романович. Доброе утро. Доброе утро. Итак, для кого-то осень — это рабочая пора, все выходят из отпусков, устремляются на работу, ну а мужчины, конечно, свой досуг проводят, как правило, в лесу, либо в посадках, на охоте. На кого можно охотиться? В настоящее время у нас открыта охота на полевую дичь, это голубь и перепел. С 19-го числа у нас строится охота на водно-болотную дичь, то есть это на уток и на всех водоплавающих птиц. Позже у нас будет открыта охота на кабана, на зайца-русака, на фазана, и, в общем-то, мужчины проведут свой досуг вполне нормально. А что касается лис, и не только лис? Значит, по лисам и по животным, которые наносят вред и сельскому хозяйству, и могут угрожать жизни граждан, у нас проводятся санитарные отстрелы, они будут проводиться у нас позже, где-то в феврале-марте следующего года уже, но, тем не менее, в сезон охоты охотникам допускается и разрешается отстрел лис и бродячих беспроводных собак на территории охотничьих угодий в республике. Нужны ли какие-то определенные документы, может быть, какое-то разрешение на охоту? Естественно, на охоту обязательно охотник при себе должен иметь охотничий билет, он должен иметь разрешение на добычу охотничьих ресурсов. На каждый вид охотничьего ресурса выдается отдельное разрешение, или на группу видов. Вот у нас вот группа видов полевая дичь, там голубь, перепел, несколько видов голубей и кулики. Это такие интересные птицы, они обитают у нас у болот, отличаются очень интересной внешностью. У них длинные клевики, длинные ножки, но они достаточно вкусные, поэтому охотники на них охотятся в том числе. На водноболотную дичь выдается разрешение тоже как на группу видов, там идет у нас в разрешении кряква, различные виды северной утки, это шилохвость, сви есть, различные виды пастушковых, это и лысуха, и камышница, и пастушки. А где у нас можно поохотиться будет на утку? Где она обитает, где ее искать? На утку у нас можно поохотиться на всех водоемах республики, конечно, больше ее в Тубасарском и Рыбненском районе, поскольку там Тубасарское водохранилище, широкие разливы, камышовые заросли тростниковые. Также на Лимане, на Кучурганском Лимане у нас достаточно много утки, но там достаточно тяжело, потому что и граница с Украиной, далеко не зайдешь на этой лодке. Вот допустим, перед тем, как получить разрешение, любому потенциальному охотнику нужно, допустим, пройти какие-то курсы, если он вообще не умеет обращаться с оружием. До того, как охотник станет, собственно, охотником, то есть кандидат должен сдать охотничий минимум, у нас он будет проводиться где-то через 2-3 недели в Министерстве сельского хозяйства. И охотник при этом сдает экзамен, отвечает сначала на тестовую часть, там дается ему 10 заданий, на которые он должен ответить, как минимум 7 правильных ответов должен дать. Потом идет интерактивная часть, где он из 10 слайдов должен узнать вид, который представлен ему на компьютере, и отметить этот вид, как называется это животное. И мы считаем также по этим 10 слайдам, если человек набрал 7 ответов из 10, он проходит. Если больше, так вообще замечательно. А что ждет тех, кто нарушает правила и, допустим, выходит на охоту без разрешения? Ну, те, естественно, лица будут наказаны, это считается браконьерство. Правила охоты у нас прописаны и на сайте Министерства, и в издании САЗа они опубликованы. То есть человек, который выходит на охоту, обязан соблюдать правила и нормы охоты. И если он их нарушает, естественно, он будет наказан по закону. Я знаю, что у вас существуют некоторые нормы добычи. Расскажите об этом. На каждый выход охотника в угодье в разрешении у нас указаны нормы добычи. Вот, например, по утке это 6 особей за один выход. По голубю, смотря какой голубь. Если вяхель – это достаточно крупная, большая птица, которая у нас не так часто встречается, мы делаем норму 6 особей. По сизому голубю, которого у нас в изобилии вводится, у нас норма 30 особей. По горлице у нас норма 5 особей. И вот в разрешении там идет перечень, то есть 20 видов охотничьих ресурсов, которые приведены в разрешение, они расписаны сразу, норма добычи на каждый день охоты. Заяц у нас только один идет в течение одного дня охоты. То есть идет бригада охотников из 10 человек. Вот добыли 10 зайцев, даже неважно, может 1-5 зайцев застрелить. Но если на бригаду набралось 10 зайцев, то все. А если он уже добыл 5, то он отдает Васе, Пете, Феде. Вот так вот. Ну что ж, огромное спасибо за интересную беседу. Ну и напоследок хотелось бы услышать Ваше пожелание нашим телезрителям. Ну в том числе и охотникам, и телезрителям ни пуха, ни пера. Спасибо большое, что заглянули к нам в гости. Примите от нас подарки от наших спонсоров косметической компании Тианде. Спасибо большое. Для красоты кожи возраст не имеет значения. Компания Тианде поможет Вам в этом убедиться. С косметическими средствами серии 20-30-40 кожа будет безупречена всегда. Экстракт алоэ способен удовлетворить потребности любого типа кожи. Увлажняет, этонизирует, снимает раздражение, придает коже легкий матовый оттенок. Телефон для справок 3-7-16-842-779-74-733. Наш адрес – город Тирасполь, бизнес-центр «Победа», первый этаж. В древнем Китае о календаре-гороскопе заботился сам император, а не обычные астрологи. Это считалось самой важной обязанностью владыки как посредника между небом и землей. Также император объявлял наступление времен года и начало новых сезонных работ. В древности ни один брак не мог быть заключен до тех пор, пока родители невесты и жениха не обменяются информацией о гороскопе потенциальных молодоженов. Времена изменились, а традиция верить гороскопам осталась. Не пропустите наш гороскоп, быть может, он вам поможет. Хорошего дня! Сегодня овнам не стоит стоять на пути надвигающихся на них событий. На этот раз значительно правильнее будет просто отойти в сторону. В противном случае вы вполне можете создать предпосылки для развития осложнений, которые вам в этот период совсем ни к чему. Телец. Многое из задуманного получится хоть и не сразу. Можно спокойно обдумать сложившуюся ситуацию, разобраться, что к чему, начать строить новые планы. В середине дня могут возникнуть затруднения, но друзья придут на помощь. Близнецы. Трудности могут возникнуть, но едва ли вас напугают. Чтобы не происходило, вы идете к цели с упорством, заслуживающим уважения и непременно добьетесь своего. Хорошо складываются отношения с коллегами и руководством. Рак. Можно довести до конца начатые ранее дела, поставить финальные точки в проектах, над которыми вы трудились вместе с друзьями и единомышленниками. У представителей творческих профессий сегодня ожидается новый прилип сил и энергии. Лев. Подходящий день для того, чтобы проявить себя с лучшей стороны, блеснуть талантами и одержать убедительную и бесспорную победу над конкурентами. Благодаря своему обаянию вы вовремя получите помощь, необходимую для того, чтобы довести до конца начатые дела. Дева. Благоприятный день для общения, обмена опытом и информацией, обсуждения вопросов, касающихся долгосрочного сотрудничества. Если в этот день начинаются романтические отношения, они будут основаны не только на симпатии, но и на взаимном уважении. Весы. Начинается день очень удачно, и именно первую его половину нужно постараться использовать максимально эффективно. Она подходит как для рутинных дел, так и для решения задач, требующих творческого подхода, нестандартного взгляда на вещи и фантазии. Скорпион. Будьте готовы к неожиданностям, нарушению планов, появлению новых дел и задач, решения которых придется искать в одиночку. Если на этот день назначены важные встречи, отправляйтесь на них заранее и все тщательно подготовьте. Стрельцы сегодня полны сил и энергии, и это позволит вам уверенным шагом идти к поставленным целям. Творческие личности сумеют выйти на новый уровень своего развития. Вам удастся создать что-то по-настоящему стоящее. Замечательный день для спорта. Козирог. Продолжайте начатое ранее, а за новые дела по возможности не беритесь. День для этого не подходит. Очень важно избегать конфликтов. Этот день желательно посвятить отдыху. Вечер проведите в спокойной семейной обстановке. Водолей может испытывать серьезные сомнения, мешающие ему принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого водолей покажется кому-то излишне нерешительным, то зря. Просто звезды гороскопа сегодня склоняют его тщательно взвешивать каждый свой шаг. Рыбы. Вы часто тревожитесь из-за мелочей, но никак не можете приступить к тому, что действительно важно. Причина этого не лень, а не решительность. Сомнения в своих силах. Начните действовать, и вскоре станет совершенно ясно, что успех не за горами. Когда я был маленьким, я хотел быть похожим на Бэтмена. Хотел быть супергероем, да? Еще как. Чтобы у меня была крутая тачка, сверхновое оружие. Я бы тогда боролся со всеми преступниками. Что же ты тогда в милицию не пошел, раз хотел бороться с преступным миром? Ну, это же детство. Я тогда и Аладдином хотел быть, и Черепашка-ниндзя. Правда, откуда во мне все это было, я не знаю. А Яна Агаева знает, почему дети так любят подражать взрослым и супергероям. Смотрите ее сюжеты и все узнаете. Тебе особенно. Ребенок подражает своим сверстникам, героям мультфильмов или взрослым. Хорошо это или плохо? Если в маленьком возрасте это выглядит смешно, то, пожалуй, уже годам так 5 или 6 каждый родитель хочет видеть в своем ребенке индивидуальную личность. А когда малыш начинает копировать чужое поведение, это начинает настораживать. Следует разграничить так называемое подражание, как механизм психологический, да, векарное научение или научение через наблюдение, когда девочка наблюдает, как мама красит губы, или как мама варит борщ, или как папа забивает гвоздики, да, и идентификацию, это психологический механизм для детей более старшего возраста. Интересно, что именно в возрасте 2 лет дети как никогда повторяют все поступки и манеры взрослых. Делают они это бессознательно, поэтому, когда вашему ребенку исполнится 2 года, стоит уделить особое внимание тому, как вы себя ведете перед малышом. Очень часто малыши любят подражать и героям мультфильмов, поэтому стоит уделить особое внимание выбору и просмотру мультиков. Когда мальчик играет в Бэтмена, он присваивает себе его качество, силу, отвагу, то, что добро побеждает зло и т.д. Если мы говорим о мультиках, которые следует выбирать взрослым для просмотра детей, то это, безусловно, мультики, в которых добро побеждает над злом, где хорошие герои всегда оказываются правы, проходят через испытания Маша и Медведь, Винни-Пух, Лунтик и т.д. Но если ребенок уже более старше в возрасте, если мы видим девочку, которая увлекается Винксом, или мальчик, который увлекается Бэтменом или какими-либо другими героями, то мы должны понимать, что ребенок и впитывает во взрослом возрасте не так сильно, когда он маленький. В подростковом возрасте идеалом подражания становится кто угодно – учитель, герой мультфильма или сверстник. В этот период самовоспитания и становления личности очень важно дать понять ребенку, что он индивидуален, как можно чаще выделяйте его положительные черты. И не забывайте, что от воспитания родителей зависит, станет ли ребенок в будущем индивидуальной личностью. Поэтому уделяйте этому должное внимание. Астрофизики из Калифорнийского технологического института выступили с заявлением, в котором сообщили об открытии самой удаленной и самой древней из известных галактик. Ее возраст составляет более 13 миллиардов лет. Она всего примерно на 500 миллионов лет моложе Вселенной, и ее открытие может изменить некоторые представления астрофизиков о раннем периоде истории нашего космоса. О том, что интересного произошло в мире технологий, смотрите в рубрике «Техношествие». Всем привет! Меня зовут Александр Зиненко. Мы начинаем «Техношествие». Единственную рубрику, которая стирается из памяти сразу после просмотра. Мобильные устройства так стремительно увеличиваются в размерах, что скоро они начнут носить нас в карманах. Теперь любой желающий может превратить плазменный телевизор в большой планшет. И все благодаря устройству TouchJetWave. Прибор закрепляется на верхней панели телевизора диагональю от 20 до 60 дюймов и при помощи инфракрасного сигнала залавливает движение рук вблизи экрана. Причем, как заявляют создатели, сильно жать на экран владельцу не придется. Если вам не хочется каждый раз оттирать отпечатки пальцев, то в комплекте с устройством имеется стилус. И более того, экраном можно управлять дистанционно при помощи смартфона. Подключение устройства производится в несколько простых действий. Нужно будет закрепить TouchJetWave, подключить его к телевизору через HDMI кабель, воткнуть в розетку и пройти несложную калибровку. По окончанию в вашем распоряжении будет планшет-переросток системой Android 4.4, который можно будет использовать как для работы, так и для развлечений. На данный момент приобрести TouchJetWave на краудфандинге можно за 120 долларов, что почти вдвое дешевле его конечной розничной цены. Естественный отбор – это всегда игра не по правилам. Сильный против слабого. Но когда в этот процесс вмешиваются технологии, это уже беспредел. Сын и отец по фамилии Danos разработали устройство, способное имитировать звуки, которые рыба издает во время кормежки. И таким образом оно привлекает к себе стаи плавниковых. Новая технология позволяет превратить любой объект в передатчик звуковых вибраций. Изготовленный на 3D-принтере прибор достаточно включить и забросить в воду, после чего закинуть туда рыболовные снасти и почти сразу начнет клевать. Как утверждают создатели, перед таким манком под названием Fish Coal не устоит ни одна рыба. Во время теста устройства удалось выловить камбалу, пятнистую форель и морского окуня. Fish Coal может проработать зазывалой от 6 до 8 часов. В него встроена 9-вольтная батарея и он функционирует в двух режимах. В первом он встает на якорь и сохраняет позицию. Во втором он свободно путешествует по волнам. Стоит новинка 200 условных единиц. С тех пор, как отправлять с телефона сообщение в любое время суток и при любой погоде стало жизненно необходимым занятием, стали появляться гениальные изобретения, такие как фон Брелла. Чтобы спасти смартфон от дождя, второй по величине оператор связи в Южной Корее, Кей Ти, предложил новый дизайн рукоятки зонта. Он освободит обе руки для того, чтобы вы могли продолжить мобильное общение. Чудо-зонт имеет 5 цветовых решений, но о цене пока ничего не сообщается. Фон Брелла получил награду лучший из лучших на премии Red Rod Design, что кажется довольно нелепым, однако не настолько, насколько реклама Чудо-зонта. Таким вы увидели тех нашествия сегодня. Почаще отрывайтесь от экранов, потому что за их гранями начинается настоящий мир. Дима, ты когда-нибудь в жизни помогал животным? Ну, я, бывает, подкармливаю бездомных собак и кошек, ну, если есть чем. А что? Помогать нужно адресно, вот ты не хочешь взять собаку из приюта. У меня уже есть кошка, но, может, кто-то из наших телезрителей давно мечтает завести четвероногого друга. Тогда смотрите внимательно следующий сюжет и не забывайте помогать братьям нашим меньшим. Пекинес по кличке Принц в Центре помощи животным меньше месяца. Собаке около трех лет нашли ее на улице. Скорее всего, пес потерялся или вовсе его выгнали из дома. Очень добрая и ласковая собака. Принц легко идет на контакт, очень послушный и умный. Спокойный и дружелюбный пес ищет своих хозяев. Если спустя время они все же не найдутся, принц будет рад обрести новую семью. Центру помощи животным всегда нужна поддержка. Сейчас на ваших экранах вы видите все координаты приюта и счета, на которые вы можете перечислить средства. Не оставайтесь безразличны. Кроме нас им никто не поможет. Современный рынок труда претерпевает существенные изменения. И тот, кто еще вчера был программистом, уже завтра может стать инженером или сантехником. О том, какие профессии сегодня наиболее востребованы, расскажет наш гость. Главный специалист отдела экономического анализа и материальной поддержки безработных Лариса Валентиновна Темникова. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, действительно в мире, скажем так, происходят такие глобальные изменения, которые не могут не отразиться и на сферах деятельности каждого из нас. Все больше переучивается людей сейчас, все больше занимают новые должности, осваивают новые профессии. А как же обстоят дела с рынком труда? Ну, рынок труда у нас сейчас достаточно сложен. Он немножечко разбалансирован, потому что выпускники выбирают свои будущие профессии, исходя из соображений престижа, а не из требований рынка труда. На рынке труда сейчас более востребованы профессии квалифицированных рабочих, квалифицированные швей, квалифицированные электрики, квалифицированные плотники. А у нас, к сожалению, приходят выпускники, дизайнеры, менеджеры, юристы, политологи, социологи, которых мы при всем своем желании трудоустроить не можем. Поэтому у нас сейчас есть возможность, есть курсы по переподготовке, которые предлагают, скажем так, перепрофилировать их на более востребованные профессии. А много желающих хотят переучиться на другую профессию? Да, достаточно много. Вот с сентября месяца будут набираться группы по обучению парикмахера, электрики, плотники, электрогазосварщики. То есть те профессии, которые востребованы в нашем регионе в данное время. А как долго проходит обучение? И платно ли оно? Как вообще все происходит? Обучение проходит где-то в период трех месяцев. Значит, для людей, которые стоят у нас на учете по безработице, оно бесплатное. Вот, если человек хочет, не состоит у нас на учете в качестве безработного, и у него есть желание обучиться и, ну, за свой счет, то тоже предоставляются такие возможности. А насколько, скажем так, может центр дать гарантии, что после этого переобучения человек устроится на именно ту должность, в которой он переобучался? Это переобучение проходит, может быть, уже на предприятиях, либо в тех... Ну, гарантии такой, конечно, дать никто не может, но мы прилагаем все усилия для того, чтобы в дальнейшем трудоустроить. Скажите, а каков возраст тех, кто, скажем так, приходит на переобучение? Это молодежь, которая готова ко всему новому, либо это и люди уже состоявшиеся? Вы знаете, и молодежь, и люди состоявшиеся, потому что работа нужна всем. Работа нужна всем. Основная масса, которая вот приходит в наш отдел содействия занятости населения, больше всего процент – это люди от 40 до 57 лет. То есть это основная масса. И с образованием, скажем так, средним, профессиональным. Вот это основная масса, которая к нам приходит. Ну, понимаете, допустим, человек, который, грубо говоря, когда-то получил среднепрофессиональное образование токаря, да? Но сейчас совершенно другая обстановка, совершенно другое оборудование. То есть то, как он учился, уже на этом оборудовании не работает. Поэтому у них есть возможность что-то переучиться, как-то где-то реализовать себя в какой-то новой области. Поэтому в основном молодежь, но и люди более старшего поколения, тоже они готовы чему-то обучиться, чтобы что-то как-то трудоустроиться. Скажите, а что нужно сделать для того, чтобы прийти к вам, зарегистрироваться и, допустим, начать учиться? Какие документы нужны? Значит, паспорт, трудовая книжка, ответ флюры. А если человек, допустим, не работал, у него еще нет трудовой книжки, он просто по суниверситету... Да, пожалуйста, мы заводим трудовую книжку. Если вы нигде не работали, то, пожалуйста, приносите диплом. И наши специалисты заводят трудовую книжечку и подыскивают вам работу. Зависит ли как-то срок обучения, если, допустим, есть полное высшее образование, либо среднее, специальное, либо просто среднее? Ну, вы понимаете, если у вас полное высшее образование, и вы дизайнер, да? Угу. А вы хотите выучиться на повара, то вам ваше образование никак не поможет. Угу. Потому что вы хотите получить специальность повара, то есть вы должны на него выучиться. Огромное спасибо вам за беседу. Ну и напоследок хотелось бы услышать ваше пожелание нашим телезрителям. Хорошего дня всем. Пусть вы будете все здоровы, пусть всегда у нас будет работа. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Примите подарок от нас и от наших спонсоров косметической компании Тианде. Благодарю вас. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо. Воспользуйтесь эколинией от компании Тианде. Турмалиновые экосферы сделают процесс стирки эффективным, экономичным и, главное, экологически чистым. Моющие средства «Экосфера» не содержит одушек, легко смывается водой, не сушит кожу рук. Натуральные компоненты обеспечат чистоту и безопасность. Ждем вас по адресу. Город Террасполь, бизнес-центр «Победа», первый этаж. Телефоны для справок. Три семерки 16 842. 779 74 733. А вот смотри сюжет и узнаешь. Итак, 10 вещей стильного мужского гардероба, которые должны быть у каждого стиляги. Стильные ботинки, аксессуары и обувь – очень важная составляющая любого стильного образа. Жадничать и экономить на этом нельзя, поэтому прикупите парочку дорогих кожаных ботинок. Пусть у вас будет только одна пара, но она должна быть действительно хорошей. Кожаная куртка. Кожаная куртка – вечно модная вещь. В этом случае тоже сэкономить не получится. Какую выбрать форму – решать только вам. Тут есть масса разных вариантов. Например, вечная косуха или даже плащ. Друг, который не подводит джинсы. Джинсы – это вещь незаменимая и просто необходимая в любом гардеробе, и не только мужском. Тут советы ни к чему, но если будете сомневаться в выборе цвета, то отдайте свое предпочтение темным. Классический костюм, но синий. Именно костюм в синем цвете смотрится стильно и приятно. Кроме этого, синий является одним из трендовых цветов этого сезона. Кстати, этот цвет считается королевским. По словам стилистов, сейчас в моде свободный силуэт. Но тут главное, чтобы костюмчик сидел. Блейзер и тоже синий. Блейзер – универсальная вещь. Он подходит для многих ситуаций, поэтому просто обязан быть в гардеробе каждого стильного мужчины. Блейзер можно с уверенностью назвать непроходящим трендом. Ну а почему синий? На этот вопрос мы отвечали в предыдущем пункте. Рубашка с принтом. В этом сезоне актуальны по-прежнему принты, поэтому не бойтесь рубашек с геометрическими узорами, дивными мотивами и орнаментами. Цвета также могут быть самые смелые, но только они должны гармонично сочетаться с другими элементами вашего наряда. Бабочки и галстуки. Прекрасный аксессуар для любого стильного гардероба, но не носите их на голое тело или просто под жилетку. Выбор, опять же, зависит от вас, вашего настроения и, конечно, рубашки. Кошелек. У каждого уважающего себя мужчины должен быть качественный бумажник. Форм также огромное множество. Выберите тот, в который влезет все ваше добро. Часы. Как и бумажник, часы являются неотъемлемой частью стильного мужского гардероба. Они могут быть механическими или электронными. Не обязательно иметь множество пар дешевых часов. Лучше иметь одни, но дорогие часы. Сумка. Вещь, на которую стоит потратиться, ведь это статусная вещь, и чем-нибудь, а тем более барсеткой, ее не заменишь. Желательно, чтобы сумка была из натуральных материалов. Как правило, настоящие мужчины предпочитают кожу. Имея в гардеробе эти вещи, вы всегда будете выглядеть стильно и модно. Свой стиль и статус мы создаем сами. Работа с художественным войлоком предоставляет безграничные возможности для создания разнообразных подделок. Это увлекательное занятие способствует расслаблению и развитию творческих способностей. Валяние – техника, доступная для начинающих. С ее помощью можно изготовить как простые, так и более сложные. Картины, игрушки, сумки, бусы и даже настенные панно. В технике валяния разбиралась Елизавета Терещенко. Получить массу хороших впечатлений мы всегда можем, отправившись на выставку живописи и декоративно-прикладного искусства. Работы выпускников художественного института обязательно вас удивят. Коллекции были подготовлены ко дню республики и выставлены в Министерстве иностранных дел и Бендерском объединенном музее. Работы здесь, которые представлены, выполнены в технике живописи, это станковая живопись, в технике дизайна, вот один проект есть, и в технике декоративно-прикладного искусства, это габельян батик. Работа Елены Ильченко выполнена в технике валяния шерсти. Размеры, скажем вам, впечатляют полтора метра на два с половиной. Идея родилась после знакомства с археологией Приднестровья и музейными экспонатами. Отсюда и название «Древний мир». Над картиной девушка кропотливо работала около года, использовала килограммы шерсти, и у нее получилось поразить не только педагогов, но и благодарную публику. Нам довелось побывать в художественном училище и понаблюдать за тем, как рождаются художники и профессиональные творцы. Сейчас в институте обучаются около 300 студентов, здесь творят художники-скульпторы и будущие реставраторы, способные возродить и дать новую жизнь произведениям искусства. Нередко им доверяют реставрировать иконы. Не покладая рук, трудятся студенты отделения декоративно-прикладного искусства. Тратят эмоции, силы, с любовью к своему делу. Материалы используются самые разнообразные, например, чтобы работать в технике батик, понадобятся цветные краски, струящийся шелк и море фантазии. А вот техника гобелен требует от творца не только задумки, но еще огромных усилий, терпения и желания довести тело до конца. Живопись – это распространенный вид искусства, а вот сами гобелены, батики – это очень редко кто умеет делать, и не каждый за это берется. Нам педагог дает задание, определенную тему, мы на нем придумываем эскиз. Мы делаем эскизы. Сначала делаем в карандаше. Педагог выбирает, какой лучше, и делаем в цветовой гамме. Каждый эскиз надо сделать в нескольких цветовых гаммах, чтобы мы посмотрели, какой будет лучше. Потом мы его увеличиваем, делаем вот большой картон, натягиваем раму, и, в принципе, работа начинается. Этому виду искусства может научиться любой желающий. Главное – очень захотеть. И, может быть, вы откроете в себе настоящий талант, и вашу работу можно будет увидеть на выставке. Оказывается, королевские особы – очень хитрые персоны. Я бы тоже так хотела. Так это как? Скажи, ты знал, что королева подает сигналы своим помощникам с помощью сумочки? Если она желает покинуть ужин, через пять минут она оставляет ее на столе. Если она устает вести с кем-то разговор, то она начинает перекладывать сумочку из одной руки в другую. Любишь кататься, люби и саночки возить. Знала ли ты, что ее мантия на коронации была настолько тяжела, что ей пришлось попросить архиепископа слегка ее подтолкнуть, чтобы сдвинуться с места? Да уж, это лишь одна сторона медали. А, кстати, другую знает Денис Кирилл. Вчера Елизавета Александра Мария, также известная как королева Елизавета II, побила рекорд королевы Виктории пребывания на троне. Теплое место занято ей уже 63 года, 7 месяцев и 3 дня. И сегодня мы вспомним несколько интересных фактов из жизни старейшего из ныне правящих монархов. После своего появления на свет в 1926 году Елизавета была лишь третьей в очереди на престол. И как наследницу ее никто даже и не воспринимал. Но после того, как ее дядя отрекся от престола, корону примерил ее отец Георг VI. И когда стало ясно, что именно Елизавета примет королевскую эстафету, ее младшая сестра, принцесса Маргарет, сочувственно сказала «бедняжка». В годы Второй мировой войны Елизавета освоила профессию водителя и механика во время прохождения службы в резервном батальоне. Кстати, королева является единственным жителем Великобритании, у которой нет гражданского паспорта и водительских прав. Но это не мешает до сих пор управлять автомобилем. Конечно, 67 лет за рулем. Своего будущего мужа Елизавета встретила в возрасте 8 лет. Греческий принц Филипп прибыл в королевство в пустой коробке из-под апельсинов, бежав из своей родной страны. Кстати, Филипп является четвероюродным братом королевы, которая сама добилась расположения принца Филиппа и они вместе уже 61 год. Несмотря на повсеместные разговоры о строгом английском этикете, королева позволяет себе маленькие человеческие слабости, тем самым еще более располагая к себе людей. Так папарацци запечатлели ее в тот момент, когда она красила губы на торжественном приеме. И когда за такой же поступок порицания удостоилась жена бывшего президента США Джорджа Буша, Лора, первая американская леди спокойно ответила. Королева Великобритании сказала, что в этом нет ничего дурного. Несмотря на преклонные возраста, королеве уже 89, она спокойно освоила современные технологии и даже завела собственную страничку на Фейсбуке и в Твиттере. И, по словам близкого окружения, лично переписывается с внуками. Хотя, чему удивляться, она стала первым монархом, отправившим электронное письмо в далеком 1976 году. Это лишь малая часть интересного из богатой биографии королевы Елизаветы. Фотография, лошади, собаки, породы корей, благотворительность. Вместить все в несколько минут очень тяжело. Жизнь харизматичного монарха, который вступил на престол в такое непростое время и сохранил свое королевство, очень интересна и заслуживает отдельной передачи. Ну и напоследок хочется сказать Боже, храни королеву! Ну а сейчас мы объявим имя победителя вчерашнего розыгрыша от магазина игрушек «Оранжевый слон». Обладателем приза становится Николай Викторович. Поздравляем! Ну а теперь новый розыгрыш от наших спонсоров фотостудии Сергея Соколова. И сегодня мы разыграем сертификат на фотосессию. Для того, чтобы получить его, необходимо ответить на наш вопрос. Ответ на вопрос скрыт в одном из сюжетов нашей программы. Свои ответы присылайте на адрес утрособака.пгтрк.ру Кто сделает это быстрее всех и получит приз. Итак, внимание, вопрос. Сколько лет пребывает на троне королева Великобритании Елизавета 2-я? Фотостудия Сергея Соколова. Добавь ярких эмоций. На этом у нас все, дорогие друзья. Пришла пора прощаться. Увидимся с вами на следующей неделе. Утро четверга. С вами встречали Екатерина Орлова и Дмитрий Доброхотов. Осень заявила о себе уже всерьез. Не забывайте утром одеваться теплее и почаще улыбаться. Пока! Субтитры подогнали Симон.